На формирование комфортной городской среды в этом году из всех уровней бюджета выделено более 337 миллионов рублей. Благоустройству подлежат 34 общественных пространства и одна дворовая территория. Кроме того, на совещании в Доме правительства подняли вопрос о состоянии гидротехнических сооружений в республике. Работы по благоустройству территории уже идут на 31 объекте республики. В Комсомольском районе жители хотят этнический двор. В Мариинском посаде – пляж, сквер в Цивильске. Ситуация на объектах разная. Активно ведутся работы по благоустройству общественных пространств. В Батровском районе объем выполнения составляет 92%, в Алатарском – 84%, в Канажском – 70%, в Маргаушском – 60%, в Урнарском – 50%. Низкими темпами ведутся работы в Ядренском районе, в городе Канаж и на Учебоксарке. Освоить выделенные средства необходимо в обозначенные сроки. Это репутация поселений подрядчиков. Говорили на совещании и о реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». В его рамках строятся ливневые очистные сооружения в столичном микрорайоне Волжский и центральной части Чебоксар. Особого внимания требуют гидротехнические сооружения. В республике их 554, из них 55 – бесхозные. Большинство эксплуатируется без ремонта и реконструкции уже 30 лет. Это грозит серьезными последствиями. В случае непринятия мер по содержанию гидротехнических сооружений, на отлежащем техническом состоянии возникает угроза разрушения целостности конструктивных элементов и последующего опорожнения водоема. Кроме того, данный факт приведет к отсутствию в летний период водоема для хозяйственных целей, что вызовет недовольство со стороны населения. Главная задача – в кратчайшие сроки организовать постановку на учет всех объектов. И как только мы с вами поставим их на учет, как только появятся у этих объектов хозяева, мы с вами, во-первых, можем оценить их ситуацию и оценить необходимые действия, которые надо реализовать, чтобы эти объекты функционировали прежде всего безопасно, ну и, конечно же, не менее важно, чтобы они приносили пользу. Возможно, для этого необходимо будет внести изменения в действующее законодательство.